МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас без всякого преувеличения можно сказать, что международная борьба с допингом достигла своей кульминации и одновременно зашла в тупик. На самых крупных международных соревнованиях болельщики сейчас все чаще наблюдают за допинговыми разоблачениями, чем за спортивными рекордами. Однако если раньше санкции антидопинговых агентств распространялись исключительно на самих нечистокровных спортсменах, сейчас под раздачу попадают национальные сборные и целые федерации. То есть отвечать за нарушения своих коллег по тренажерному залу теперь будут все, даже чистые спортсмены. Так на предстоящем чемпионате мира по тяжелой атлетике в США из-за допинговых нарушений не выступит сразу девять национальных сборных. Это команды-лидеры, неизменно побеждавшие практически на всех крупных международных соревнованиях. Среди них и казахстанские штангисты. Будущее, пожалуй, самого медалоемкого вида спорта в нашей стране определили в румынском Бухаресте на внеочередном заседании Исполнительного комитета Международной Федерации Тяжелой Атлетики. Тбилисское решение прошлого года об отстранении сборной Казахстана по тяжелой атлетике на 12 месяцев оставили в силе. Нашим штангистам теперь запрещено в течение года участвовать во всех международных соревнованиях. Виной тому многочисленные случаи обнаружения допинга по итогам реанализа проб участников Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Причем в составе нашей команды уже давно нет тех отличившихся атлетов. Поменялся весь тренерский штаб. Тем не менее расплачиваться приходится действующим спортсменам. В Казахстане сделано очень много для искорнения этого паганного феномена. Изменена и ужесточена серьезная антидопинговая политика. Применяются меры образовательного характера. Мы действительно делаем очень много в плане проверок, в плане превентивных мер. И с этими доводами мы уже 16 месяцев работаем с Международной Федерацией и убеждаем их. Мы продолжаем до сих пор настаивать, что дисконфликация не должна затрагивать особенно молодежь. То есть юниорская, юношеская сборная Казахстана и других стран в том числе должны продолжать свою спортивную деятельность, свои выступления на международной арене в полной мере. Я считаю это абсолютно справедливо. Те дети, которые только пришли в тяжелую атлетику, они не могут отвечать за тех, кто в 2008-2012 году допустил какие-то нарушения. Казахстан был допущен к Олимпиаде 2000-го Реда-Жанейро в прошлом году. И полтора года уже, никаких проблем с Казахстаном нет. А у нас в праве, в международном праве существуют такие принципы, которые говорят о том, что два раза не несут ответственности за какие-то вот такие нарушения. Не несут. Наказали спортсменов, персонально наказали. А у нас получается в спорте сейчас или это связано с политикой, или это с такой правоприменительной практикой, что начинает уже привлекать к ответственности целыми национальными командами. Что, с моей точки зрения, вообще неприемлемо. Понесли наказание персональные люди, но национальный спорт не должен страдать. От этого и весь спорт проигрывает в мире. Вопрос справедливости и несправедливости в спорте, он достаточно сложный, поэтому я не могу комментировать этот вопрос в этом ключе. Что касается самой федерации, работа ведется. Что касается сборной, несмотря на то, что кто-то может это очень близко к сердцу воспринять, тем не менее рабочий технический тренировочный процесс продолжается. Команда работает, тренера работают. То есть работа не прекращается. После выдвинутых тяжелых обвинений в Казахстане проделали огромную работу по созданию эффективной системы антидопингового контроля. Более того, в Министерстве культуры и спорта планируют на законодательном уровне ужесточить меры наказания за употребление и распространение допинговых препаратов. Законопроектом предусмотрена даже уголовная ответственность. Ее сроки и меры наказания будут уточнены во время разработки концепции. Мы уже ужесточили очень серьезно свою антидопинговую политику. Как вы знаете, в 2016-2017 годах на международном уровне не было ни одного случая обнаружения допинга у казахстанских атлетов. Я считаю, это достаточный повод говорить, что мы на верном пути. Будем надеяться, что и допинг-случаи и дальше не будут повторяться. При этом мы со своей стороны делаем все, чтобы действительно этого не произошло. С каждым атлетом, с каждым тренером, с каждым человеком в спорте, доктором мы проводим работу. Допинг не есть путь к успеху. Допинг – это путь позору, это путь к тому, что все надежды, все личные устремления спортсменов могут просто оказаться в один миг ничем. Это огромный урон наносит имиджу государства, федерации, национально-олимпийского комитета. И я могу четко сказать, и мы всегда это говорим на заседании исполнительного комитета, на конгрессах, то, что для казахстанской федерации чистый спорт – это главный приоритет. Чистый спорт – это здоровая молодежь. Уже известно, дисциплинарные меры не затронут юношескую и юниорскую сборные Казахстана по тяжелой атлетике. Этого удалось добиться в ходе непростых дискуссий, прошедшего заседания исполкома. Свою роль сыграло присутствие в руководящем составе Международной федерации тяжелой атлетики казахстанских представителей. Их непримиримая позиция по отстаиванию национальных интересов и убедительная аргументация в результате вывели из-под санкционного удара молодых тяжелоатлетов. У экспертов складывается ощущение такое, что, понимаете, не разбираясь, можно было персонально подойти к каждым национальным командам, просто убирая одни из потенциальных конкурентов, которые могут занять призовые хорошие места. Вот складывается такое ощущение. Поэтому с этой точки зрения общественность вот этих государств, она не понимает. И это мы видели по другим командам, которые участвовали в других видах спорта, когда одних привлекали, других не привлекали. Да, вот такие моменты. И вообще спорт должен быть вне политики. Мы направили эти претензии в суд Международного спортивного арбитража в Лозане. Было проведено слушание. Решением мы, в принципе, удовлетворены КАС, поскольку КАС решил то, что, да, исполнительный комитет может принимать такие решения, вот ввиду сложившихся обстоятельств. Но при этом каждая страна, каждый кейс этой страны должен рассматриваться отдельно. Должно применяться правила пропорциональности. То есть вот такая юридическая работа позволила казахстанской сборной принять участие на Олимпийских играх и продолжить свою деятельность на протяжении 16 месяцев. Но при этом, как мы видим, решение уже принято, и его не отменить. Впрочем, по словам представителей Казахстанской Федерации тяжелой атлетики, отстранение может быть снято раньше положенного срока. Решение о досрочной реабилитации может принять специальная комиссия. Эксперты будут проводить мониторинг ситуации в сфере практической борьбы с допингом в этих девяти странах. И на основании чего могут вернуть национальные команды на международный помост. Редактор субтитров А.Семкин